Поддержка бойцов специальной военной операции стала неотъемлемой частью жизни многих простых жителей Верхневолжья. Это касается не только взрослых, но и подрастающего поколения. Учащиеся Тверской школы номер 14 по собственному желанию оказывают содействие фронту. В канун Нового года ребята снова решили отправить помощь на спецоперацию, а поддержал эту инициативу председатель городской общественной палаты. Подробности в материале Елены Кандидатовой. Шоколад, собственно, ручно связанные носки и варежки, открытки, письма и многое другое. Это все ребята из школы номер 14 собрали для того, чтобы посылку доставили на фронт нашим бойцам. Такую помощь ученики собирают уже не в первый раз. Но сейчас это особенно важно, ведь на календаре почти Новый год. И такой груз перед праздником имеет более весомую ценность. Эту инициативу поддержали в общественной палате и лично ее председатель Вадим Рыбачук. Он отметил, что ребята были одними из первых, кто решил сам связать носки для фронта. И именно от них пошло распространение этой идеи по всей стране. Вот была у вас хорошая инициатива с варежками и носками. Я до этого ни разу не слышал о ней. И потом, когда мы объявили об этом, собрали варежки, носки, отправили, рассказали об этом в средствах массовой информации, в новостях тут и там начали появляться аналогичные истории. Это же здорово. И у людей, которые, может быть, не догадывались о том, как оказать помощь ребятам, которые участвуют в специальной военной операции, у них появился вариант взаимодействия. И они у себя в городах, в населенных пунктах начали то же самое вязать варежки, носки. И точно так же сейчас будут собирать шоколадки и отправлять. Помимо общественной палаты, помощь в перевозке гуманитарной помощи от школы оказывает глава фонда Твери, волонтер и руководитель волонтерской организации «Мы вместе», депутат Госдумы России Юлия Саранова. Я не понаслышке знаю, как для наших военнослужащих, для наших ребят ценно и важно получать от вас вот эти весточки. Потому что ваши пожелания, ваши душевные переживания, которые вы в эти подарки тоже вложили, они на самом деле для наших бойцов как такой оберег. Юлия Саранова наградила благодарственными письмами директора, учащихся и весь педагогический коллектив школы, которые остаются неравнодушными к бойцам. И стараются хоть как-то помочь им из тыла. Директор МОУСОШ номер 14 заметила важность того, что идею, которую предложили ученики, все же смогли реализовать до конца. И посылки действительно доходят до адресатов. Без поддержки Вадима Рыбачука и Юлии Сарановой это осуществить было бы гораздо сложнее. Разрешусь поблагодарить вас за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете нам в наших начинаниях. Потому что любой проект должен дойти до своего логического вмешения дочки. И ваша помощь в доставке вот этого символа, детского сердца, да, вот именно шрам, потому что обычно привыкли, что и дети получают подарок на Новый год, сладкий от взрослых. И для них это наиболее значим, когда от такого маленького и такого большого детского сердца придет этот подарок непосредственно в руки солдата. Мы надеемся, что все теплые эмоции и чувства, которые вызовет эта посылка, позволят им преодолеть все трудности, преодолеть все прекрасы. И, конечно же, победить, победить все. Как уже говорилось, в преддверии Нового года ученики собрали особую посылку, которая наполнена не просто продуктами и вязанными носками. В нее также поместили сладости и поздравительные открытки, как символ предстоящего праздника. Неравнодушный школьников к таким серьезным вещам позволяет говорить о том, что сейчас воспитывается хорошее поколение. Переживание за ним.